Областной фестиваль ярмарка Дожинки состоится уже завтра. Его примут Микошевичи. Подготовка к фестивалю проведена масштабная. О готовности Микошевичей к празднику труженьков села наш корреспондент Татьяна Будгусаим побеседовала с главой города Александром Дедовичем. Напряженный год подготовки к фестивалю Дожинки позади. Каким преображением вы лично рады? Чем гордитесь больше всего, глядя на то, как изменился родной для вас город? На самом деле есть много поводов для радости. Город изменился радикально. Особенно преобразилась центральная улица. Это замечают все, кто приезжает, все гости. Всем это очень нравится. Конечно, замечают светофоры, замечают новые тротуарные дорожки, замечают дома, которые преобразились так же. На них был проведен ремонт, на них появились новые муралы. Ну и в принципе город стал похож на настоящий, современный такой город, который всегда будет готов принять гостей. И в принципе нам за него не стыдно, за проделанную работу нам также не стыдно. Конечно, отдельно хочется отметить наши объекты социальные. Это детская поликлиника и больница, которые также очень серьезно преобразили, серьезные вложения в них были сделаны. Очень хорошо, что под это мероприятие попали наши школы и наши детские сады. В них все были проведены необходимые работы, ремонтные. В двух был проведен капитальный ремонт, двух текущий. В школах также основная масса таких насущных задач была выполнена. В первую очередь это, конечно же, замена окон, дверей, ремонт кровель, благоустройство территории. То есть, в принципе, сейчас на любой объект в городе можно спокойно приводить гостей, и ни за какой объект не будет стыдно. Кому городские власти больше всего благодарны, обязаны, естественно, это строители, ЖКХ. У нас основную, наверное, массу работы выполнял второй Пинский трест, который нас подряд нанимал множество различных организаций. Хочется, конечно же, отметить наших местных строителей, это ПМК-19, ПМК-17, СУ-63, которые, наверное, основной вклад несли в преображение города. Отдельная благодарность нашим коммунальным службам, на плечи которых была, наверное, самая такая тяжелая доля. Это приведение в порядок наших всех тех же придомовых территорий, обустройство газонов, рассадка цветов и так далее. Микошевича невозможно представить без его городообразующих предприятий, спецжелезобетон, гранит. Они тоже внесли существенный, даже колоссальный вклад в подготовку к празднику. Расскажите об этом. Непосредственно участвовали в этом мероприятии, в подготовке к этому мероприятию. Они безмазбезно выделяли нам как строительные материалы, так и изготавливали малые архитектурные формы, различное оборудование предоставляли, технику. Также огромное спасибо, конечно, финансовые затраты понесли колоссальные, но мы все знаем, для чего это делается, для этого города, в котором мы живем. Гости оценят инфраструктуру и, естественно, пойдут, будут присутствовать на концерте. Какой обещает быть программа, кто в ней принимает участие. Будут не только представители нашей области и нашего района, будут также и приглашенные гости из зарубежья, скажем так. Артистов очень много, очень много номеров, порядка 800 человек приезжают. Такого концерта еще наш город точно не видел, поэтому, я думаю, надеюсь, что жителям всем и гостям понравится. Для вас, как для коренного жителя, да, Микошевича, который здесь родился, да, тут и пригодился, правильно? Да. Это как, ну, личный зачет. Волнуетесь ли вы? Конечно, как же не волноваться, наверное, не волнуется только, не знаю, тот, кто равнодушный человек, да. Конечно, будешь волноваться. Ну, наверное, в первую очередь переживаю за то, что не сделано еще в целом в городе. То есть, на фоне того, что сделано сейчас, то, что мы запланировали и сделали, уже можно отмечать и строить планы на будущее. То есть, я уже смотрю вперед и понимаю, какая работа предстоит в дальнейшем и что необходимо, что вкладывать в средства дальше, как развивать город дальше. Праздник закончится, а что останется жителям города? Дожинки, в первую очередь, воспринимается, наверное, и населением, и нами, как праздник, который преображает города. Это не только фестиваль, который проходит в один день или в два дня, это именно год подготовки, год преображения города, ремонт каких-то учреждений, преобразование инфраструктуры города. Поэтому так мы все его ждали, и так рады, что он к нам пришел. Надеюсь, что все будут помнить об этом долго, об этом празднике. Ну и приглашаем всех к нам в город, посмотреть, как он преобразился. А мы будем заниматься дальше по его развитиям, строительствам, делать его еще краше и лучше.